Приветствую вас. Эпицитуация в Грузии управляема. За последние сутки в стране коронавирус выявлен еще у 513 человек и на 10 марта общее число инфицированных в Грузии достигло 273650. Из них 3613 скончались, суточный прирост 12. Национальная сборная Грузии по футзалу в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года обыграл в Ириване команду Армении со счетом 3-2, а в Тбилиси со счетом 5-0. Следующий отборочный матч чемпионата Европы сборная Грузии проведет против Франции. Напомню, что Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение и упростила ряд правил и условий для въезда в страну как для иностранцев, так и для граждан Грузии. Въезжать в Грузию воздушным путем и с отрицательным ПЦР-тестом смогут граждане России, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизстана, Евросоюза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Турции. Тест должен быть сделан за 72 часа до прилета, а на третий день своего прибывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет. Граждане, прибывающие в Грузию, кроме граждан Грузии, в течение 48 часов должны заполнить специальную форму, где укажут историю путешествий за последние 14 дней. Те, кто за последние 14 дней путешествовали по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, будут подвергнуты 12-дневному карантину. А граждане Грузии, въезжающие на родину, должны предоставить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест и на третий день пройти еще один ПЦР-тест за свой счет. В случае отсутствия теста, граждане Грузии направляются на 8-дневную обязательную самоизоляцию, а в случае невозможности самоизоляции, карантин за счет государства. Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации, свободны от вешеперечисленных условий для въезда в Грузию. Удачи всем!